Приветствую всех любителей рыбалки, с вами Андрей Санар. Грибные надувные лодки переживают сейчас второе рождение, благодаря относительно недавнему повышению критериев для нерегистрируемых лодок, в частности мощности двигателя с 5 до 10 лошадиных сил. Естественно, это вызвало рост продаж лодок в данной категории. Со временем оказалось, что для некоторых ситуаций характеристики таких лодок избыточны, а масса и габариты обременительны. К тому же в последнее время стал закручивать гайки рыбнадзор за использование моторных плавсредств во время запрета. Это вызвало то, что все больше рыболовов-водномоторников приобретают небольшие легкие грибные лодки в добавок к основной моторной и применяют их по необходимости. Кроме того, рыболовный прессинг и процветающее, к сожалению, браконьерство в популярных местах вынуждает искать рыбу в неожиданных и порой труднодоступных местах, где маленькая и легкая лодка будет наиболее кстати. Сегодня я расскажу про уникальную легкую рыболовную лодку от компании Тайм Триал. Фиш Пакрафт типа Танк. Сразу сообщаю, что Танк это неофициальное название, это я его прозвал за отличие от базовой модели, в сторону усиления прочности и защиты. Лодка не серийная, выпущена в одном экземпляре. Создавалась на базе спортивного Пакрафта Спутник, специально для меня. Вообще, Пакрафтами традиционно называются сверхлегкие лодки, преимущественно туристического направления. Такие лодки весят не более 3-4 килограммов, делаются из самых тонких лодочных тканей и не содержат элементов внешнего обвеса, таких как всевозможные держатели для снастей и тому подобное. Их основное предназначение преодоление водных преград в походах и с этим они справляются на ура. Сложная форма самых передовых Пакрафтов, с вытянутой и приподнятой кормовой частью, обусловлена необходимостью обеспечить удобство размещения грибца и сохранить правильную развесовку. Прошлой осенью я с трудом влез в самый маленький и легкий спортивный Пакрафт, это был Спутник 1, и был приятно удивлен тем, что даже в таких стесненных обстоятельствах было сидеть реально удобно. Поэтому по моим рекомендациям был создан более крупный Пакрафт с рыболовным обвесом, который Тайм Триал выпустил под названием Фиш Пакрафт. Но я решил пойти дальше. Как истинный приверженец максимальной надежности, я решил создать концепцию тяжелой, по меркам Пакрафтинга, лодки из более толстой и более прочной ткани, с двумя отсеками, с нетипичными для лодок такого класса уключенными под традиционные парные весла, с оригинальным держателем для датчика и холота. Пожертвовав несколькими килограммами, но при этом не выйдя из рамок комфортного носимого веса, я получил, что хотел. Немного живого видео с испытательной рыбалки. Идея с багажником, который я решил опробовать, разместив просто обычную сумку для переноски на растяжках, по-моему, очень хорошо сработало. Багажник получился большим. В нем даже имеются явные излишества, которым на рыбалке не место, но о них позже. Рыба-ерш. Давай, до свидания. Вот удобная штука. Крючок на якорной веревке. Просто за леер цепляемся или за любую точку. Ну, а в данный момент я решил прицепиться за петельку. Все, якорь перекинут на эту сторону. Стало быть, нос лодки нас развернет сюда, и можно забрасывать тоже. Такая рыбалка. Многие туристы высмеивают сам факт установки парных весел с уключенными на легкие плавсредства типа Пакрафтов, байдарок. Ну, а те, кто высмеивают, не понимают очевидного, что такие весла очень удобны для того, чтобы идти на большие расстояния, для того, чтобы заниматься рыбалкой. И очень удобно, например, держа удилище, маневрировать одним веслом. Так вот байдарочным веслом не сделать. Вот подумайте, как можно вот байдарочным веслом вот так вот маневрировать. Гребля парными веслами, она более энергоэффективна, тратится меньше энергии на греблю, и поэтому меньше устаешь, и большее расстояние можешь пройти без усталости. Есть и недостатки у парных весел. Вот сейчас я попробую сзади меня стена тростника пройти ту стену на парных веслах. А вот и начались проблемки. Веслом уже нормально не дать, не зачерпнуть. Ой, нет. Вот для этого и нужно байдарочное весло. И самое лучшее решение это весло-трансформер, которое мы можем преобразовывать из двух парных в одно байдарочное и наоборот. Как бы спиннинг не поломать. Совершенно без проблем выходится, потому что есть куда девать весло. Весло можно ставить практически вертикально, втыкая его в свободное место. Конечно, у байдарочного весла есть свои недостатки. Например, постоянно текущая с лопат весла вода. От этого можно частично избавиться, устанавливая манжеты или используя весло обтекаемой формы. Обычно такие обтекаемые весла, они довольно дорогие. Но целиком проблема не решается. При использовании парных весел такой проблемы нет вообще. Да, вот я даже сейчас чувствую, что гребля с помощью байдарочного весла, она, конечно, более энергозатратная. Поэтому вернемся сейчас к парному варианту. Вот это опытный образец. Сделанный кустарно. Но скоро выйдет серию Трансформирующееся весло от Тайм Триала. Которые вместе в комплекте с легкими, подчеркиваю, очень легкими, уключенными Вот такого типа Будут в продаже. Эти уключены вдвое легче, чем фабричные С подошвой Из литого пластика Че, мы 9 часов на воде были? Прислушиваюсь к ощущениям После 10 часов Безвылазного нахождения в лодке В сидячем положении Все хорошо, все замечательно Ходовые испытания танка прошли успешно Лодка побывала на нескольких рыбалках и проявила себя с лучшей стороны Особенно я хотел бы отметить эргономику После 10-ти часовой рыбалки безвылазно С дождем, волнением, несколькими километрами пройденными на веслах У меня не появилось никаких неудобств После рыбалки я был как новенький На лодке с обычным сидением банкой спина начинала давать о себе знать уже после пары часов ловли А при продолжительной рыбалке приходилось принимать вынужденные положения И даже выходить на берег для того, чтобы размяться Не говоря о том, что еще на день-два в области поясницы чувствовался явный дискомфорт В случае с танком все хорошо Как я уже говорил ранее в каком-то из роликов Танк это фактически удобное кресло для рыболова Несколько слов о якоре Таскать несколько килограммов металла весом в половину лодки, что может быть нелепее? Поэтому этот вопрос был решен созданием насыпного якоря Гермомешка из толстой ПВХ ткани, особой формы, с держателями под якорный трос При весе около 300 граммов он имеет достаточный объем для наполнения его утяжеляющей массой до 5 килограммов Камнями, песком, влажным грунтом Герметичность делает невозможным попадание грунта из якоря в лодку В случае необходимости данный якорь можно использовать как мягкое ведро объемом около 10 литров Или как гермомешок сходного объема О страховочном жилете Я использовал надувной жилет производства TimeTrial В сложенном виде он занимает объем менее полулитровой бутылки, весит менее 400 граммов Имеет два отсека, которые надуваются воздухом Штуцеры для надувания расположены таким образом, чтобы обеспечить надувание жилета ртом в надетом положении С вами был Андрей Сонар, подписывайтесь на мой канал и ни хвоста, ни чешуи Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»